всем большой привет у меня новый маникюр да 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 наконец-то спасибо алине моему мастеру маникюра и сегодня мы с вами посмотрим мои пустые баночки за октябрь и ноябрь и могу рассказать вам кое-что о них интересное были как хорошие так и плохие продукты но вернее которые мне не понравились но какую-то функцию они все-таки выполняли и у меня вот такая вот коробка это из-под какого-то заказа и золотого яблока вот такая она огромная ну среднего размера но все же там довольно много что есть посмотреть буду доставать рандомно и постепенно все показывать и рассказывать первое что попалось в этой коробочке это вот такая маска корейская я и недавно заказывала в золотом яблоке и в ней довольно много продукта здесь вот написано двадцать семь миллилитров это очень много на самом деле здесь было очень много этой жидкости я покажу вставки как выглядит эта маска в целом маска неплохая жидкости действительно много и такое чувство что ее тут хватит на два раза но я конечно использовала за один раз мне просто пришлось отсюда ее буквально выдавливать и наносить сверху тканевой маски маской внутри была немножко помятая но все равно это не помешало ее так скажем поносить немного там было буквально написано 10-15 минут но так как она была очень хорошо пропитана благодаря тому что здесь очень много жидкости ну то есть сыворотки этой то я носила ее немножко дольше минут 20-25 от этого кожа хуже не стало после этой маски кстати неплохо мелкие мелкие морщинки разглаживаются и она отлично увлажняет кожу в целом со свою стоимость она мне обошлась около там 30 рублей совсем бюджетно можно в принципе и повторить маску по крайней мере этот бренд меди би вроде так он читается можно посмотреть здесь информацию меди би тканевая маска для яйца с экстрактом плаценты неплохая думаю что может быть еще раз повторю покупку возможно возьму несколько штук в этом бренде есть еще другие маски с разными так скажем ингредиентами поэтому присмотритесь друг вам будет тоже интересно попробовать следующий продукт это тоже как бы мяско что следующий продукт это тоже как бы маска но это так скажем маска носки тут так и написано от бренда 100 рецептов красоты с экстрактом тыквы и также масло мяты покажу также как я их носила как они выглядят вставлю видео и фотографии здесь одна пара внутри жидкости ну вернее крема который был внутри не так уж сильно много и я бы не сказала что это прямо экспресс-экспресс восстановление как здесь указано такое что-то легкое увлажнение скорее всего она могла бы сработать если надеть ее на ночь и сверху надеть носки и спать но я так не попробовала в целом не знаю здесь написано что нужно нанести маску на 15-20 минут мне кажется я проходила больше но лучше как-то от этого не стало если ходить больше чем указано на упаковке поэтому обычная такая маска если просто хочется какого-то релакса то вполне можно использовать запах от тыквы я не ощутила это какой-то такой более косметический приятный аромат приятная душка немножко были увлажненные после нее ноги поэтому просто как разнообразие можно использовать обошлась она мне совсем недорого в магнит косметик она была на скидках что-то 70 или 80 рублей в этом диапазоне поэтому один раз взять побаловаться в принципе можно а так как экспресс восстановление но я здесь такого не скажу что для очень сухой кожи скорее для какого-то базового ухода но в целом можно воспользоваться и также обычным кремом для ног который супер увлажняющий например с мочевиной следующая пустая баночка это тоже 100 рецептов красоты это суперфуд алоэ освежающий тоник для лица здесь у нас 250 миллилитров вот покупала на валберис здесь видно штрих-код обычный тоник обычно я им смывала остатки маски на лице например какой-нибудь маски и пленки если что-то не снялось то удобнее было убрать тоником ну или просто очистить зону декольте шеи просто освежить лицо также его можно использовать если в распылитель его залить и освежать лицо в течение дня летом просто освежающий увлажняющий ну такой слегка увлажняющий эффект приятный тоник он также продается в магнит косметик цена у него обычно ну насколько я помню было 120 рублей сейчас может уже побольше поэтому смотрите на различных маркетплейсах если интересно запах у него нейтральный цвет у нее был такой зеленоватый но никак это не отражалось на коже то есть он абсолютно так скажем прозрачный на лице обычный тоник хуже не делает плохого ничего и сверх хорошего тоже приятно было использовать возможно когда-нибудь еще раз повторю покупку но пока что у меня насчет тоников немножко другие планы есть кое-что что в качестве тоников я заказала поэтому будем смотреть уже потом другие пустые баночки с тониками следующий у меня белорусский бренд это бел космикс серия гербарика бальзам здесь у нас в пустых баночках абсолютно пустой то есть здесь вообще ничего нет мне честно он не понравился он слишком жидкий запах у него конечно приятный как у все этой серии но он абсолютно ничего не сделал для моих волос никакого объема никакой густоты и особо сильного блеска я не заметила он как будто разбавлен водой мне он вообще практически ничем не пригодился я его просто использовала потому что нужно использовать так скажем скорее это какой действительно плюс после шампуня из этой серии я покупала и шампунь и шампуня из этой серии этот бальзам придавал просто небольшую гладкость потому что после шампуня из этой серии конечно но очень неприятные были волосы я сейчас найду кстати шампунь в пустых баночках вот он вот этот шампунь от гербарики тоже пил космикс для тонких волос для объема шампунь очень сильно сушил мне волосы он тоже очень жидкий и волосы после него как будто сухие сильно как будто я помыла голову каким-то хозяйственным мылом запах конечно приятный ничего плохого он не делал сухость головы он не вызвал но ничего хорошего я от него не ощутила мне было просто неприятно им пользоваться и честно говоря я после этого использовала его вообще как гель для душа потому что с этой функции он справлялся гораздо лучше пенится и пенится можно и было и помыться как говорится не обязательно волосы быть мыло и мыло вот честно говоря ничего хорошего про эту серию сказать не могу мне совершенно она не понравилась но из этой серии у меня сейчас в расходе гель для умывания вот про него сказать можно хорошо хотя бы тем что он вкусно пахнет выполняет свою функцию хорошо пенится он жидкий но не настолько жидкий как этот шампунь он приятный пенится нормально и свою функцию выполняет а вот шампунь и бальзам не совершенно не понравились из этой серии я их больше никогда не куплю и честно говоря я вам совершенно не советую если у вас только очень сильно жирные волосы может быть какую-то сухость она и придаст но я не уверена что это будет хороший уход за жирными волосами следующий продукт это его лабораторис это мыло жидкое для интимной гигиены здесь у нас 250 миллилитров покупал его в магнит косметик он там стоит что-то очень бюджетно но довольно приятный продукт с хорошим ароматом действительно для чувствительной кожи никакого раздражения никакой сухости все что написано упаковки все выполняет и мне понравилось им пользоваться я уже второй раз его покупаю и советую вам в принципе его стоимость для его расхода довольно хорошая при условии что вы там используете там пару раз в день несколько раз день его хватает вот этой банки на два-три месяца хотя здесь всего лишь 250 миллилитров но тем не менее очень приятный мягкий гель поэтому советую повторить покупку скорее всего да я повторю поэтому вот такая вот рекомендация а это у нас от фармстей пилинг гель для лица с экстрактом яблока здесь его 180 миллилитров но как бы заметно что я прям его до пользовала до пользовала прям я покупала его в золотом яблоке расход у него супер экономичный много его на лицо не надо и здесь приятный такой аромат я бы не сказала что прям конкретно яблок но цветочный растительный приятный и его было круто использовать на то есть нужно сначала очистить кожу снять макияж умыться и затем лицо вытереть салфеткой или полотенцем и на сухую кожу и его массировать им массировать лицо вернее и тогда появляются такие как ну короче это пилинг скатка появляются такие катышки и кожа как бы обновляется но при этом это не агрессивный пилинг а очень очень мягкий пилинг мне он очень понравился и действительно я очень долго использовала этот продукт хотя здесь написано что после вскрытия он годен год но честно он у меня даже больше чем год но ничего плохого не случилось никаких высыпаний не вызвал это очень очень долго играющий продукт поэтому я его советую если кто-то хотел мягкий пилинг лица потому что скрабы не всегда это рационально так можно повредить кожу а вот такие легкие пилинги это всегда хорошо следующее у меня это комплимент здесь у нас зеленая маска green max relax cryo это глиняная маска она зеленая антиакна и мотирование но не скажу что прям сильно мотировал пах он ну так необычно мне кажется не всем понравится такая отдушка я даже не смогу ее описать но в принципе маска приятная немножко подсушивала кожу где это надо я наносила чаще всего его в т-зоне или же когда у меня были какие-то высыпания тогда краснота была меньше на лице после использования этой маски смывалась она довольно легко и я бы наверное даже повторила эту покупку но посмотрю у них еще есть из этого бренда в таком вот оформлении и в этой серии другие маски попробую посмотреть какие-нибудь еще средства от них в принципе маски у комплимента хорошие такие как например маски для волос или маски для лица поэтому бюджетная стоимость у них еще кстати что плюс эту я покупала на валберис также по моему можно найти магнит косметик стоимость у них что-то в районе 100 150 рублей но за эту стоимость вполне себе сносная маска которая ничего особо не обещает но тем не менее какие-то функции она все-таки выполняет по крайней мере как у меня я уже сказала она немножко снижает красноту и слегка матирует кожу но я бы не сказала что это прям стопроцентное мотирование потому что все зависит еще от вашего основного ухода за кожей лица это гидрофильное масло от биаре она моя любимая вот правда обожаю я его уже наверное покупаю раз третий и обычно я покупаю сюда сменные блоки они идут в упаковке похоже вот на эти маски но сейчас у меня гидрофильные щербеты я их показывала видео мои покупки уход и здесь у нас получается 230 миллилитров обычно стоимость варьируется от 1000 до полутора иногда можно найти на скидках рублей за 900 иногда даже за 700 но в последнее время я вижу все реже это гидрофильное масло на маркетплейсах и также в золотом яблоке поэтому на валберис последнее время я видела его за 1000 рублей за 1100 но также все зависит еще от вашей скидки на валберис в целом масло идеальное просто она не щипит глаза ну может немного щипать но тут еще зависит скорее даже от косметики потому что когда это масло растворяет косметику она ведь все равно может попасть глаза за счет того что растворяется вместе с гидрофильным маслом и тут уже эффект вот этого вот щипания глаз неизбежен увы но в целом оно приятно если например вы смываете стойкую помаду то вкус этого масла когда он попадет в рот тут его конечно сложнее убрать он очень быстро распространяется по полости рта ну немного неприятно но это масло смывает все стойкие помады все стойкие туши стойкие тени он справляется абсолютно совсем вернее оно потому что это гидрофильное масло вот немного урока русского языка мне оно понравилось если я когда-нибудь увижу его еще где-то потому что сейчас я его не могу нигде найти даже на валберис его уже нет в наличии к сожалению то я повторю покупку когда у меня закончится щербета для лица от vitex и буду пользоваться с удовольствием поэтому рекомендую это по моему лучшее масло для лица для снятия макияжа также хорошо смывать с лица spf кремы потому что скажу вам может кто-то не знает но spf всегда нужно смывать только гидрофильным маслом иначе вы есть возможность и вернее есть шанс что вы можете забить поры то что гидрофильное масло хорошо смывает spf а вот вода и мыло или какой-то гель для омывания справляются с spf средствами не так хорошо следующий продукт у нас тоже это бренд комплимент это пантенол крем комфорт для век но закончился он меня как видите тут уже вообще ничего нет приятный крем хорошо увлажнял кожу под глазами наверное за счет того что в составе есть пантенол мне он понравился в целом но пока что у меня есть другие продукты для зоны вокруг глаз поэтому возможно когда-то я повторю покупку этого крема у него увлажнение чуть выше среднего и чего-то такого здоровского ждать конечно от него не стоит морщины он никак не разглаживает скорее немножко их заполняет поэтому консель уложиться на этот крем более мягким слоем и не закатывается в морщинки в этом его плюс и также сам крем не скатывается когда вы наносите макияж зоне под глазами следующее это у нас шампунь от timothy с экстрактом гуаран и розового грейпфрута аромат у него был просто потрясающий шампунь цвета вот такого же как и мякоть грейпфрута пахнет он очень приятно объем но как сказать объема никакого практически от него не было но однако он не сушит волосы как например шампунь от гербарики и после него волосы просто живые чистые и довольно приятный на ощупь и при укладке с ними было справляться легче и создать объем с помощью укладочных средств также ну просто благодаря круглой расческе и фену с этим шампунем не было гораздо проще вымывает он отлично как лаки для волос муссы но обычно если у вас очень много стайлинговых средств на коже головы на волосах то советую конечно два раза промывать волосы и вот с этим шампунь от timothy справлялся прекрасно у него густая текстура и он хорошо пенится достаточно было буквально ну грубо говоря чайной ложки чтобы хорошо промыть голову покупала я его в магнит косметик он тогда был на скидках что-то в районе по моему стоп но может быть я ошибаюсь я уже честно не помню но по моему 200 рублей 180 что-то в такой стоимости поэтому советую однозначно мне понравился как обычный основной уход довольно неплохо здесь у меня от натуры сибирики кондиционер 3d объем и легкость удобно то что здесь есть дозатор мне очень понравился этот кондиционер после него волосы были такие мягкие и правда создавался объем даже если вы не используете круглую расческу для укладки волос во время сушки феном и мне очень понравилась его текстура запах аромат волосы очень приятно после него пахли прям такой дорогой запах я бы сказала хотя стоимостью этого средства всего лишь 300 350 рублей в магнит косметик там я его и покупала и я думаю что возможно однажды я повторю покупку потому что мне понравилось это средство довольно неплохо уплотняет волосы и они становятся мягкими послушными гладкими создавалось ощущение что какое-то как будто ламинирование поэтому довольно достойной продукции свои деньги также натуры сибирика это наш российский бренд следующая пустышка у меня из коллекции сэмплов crystal minerals это у меня сатиновый бронзер я бы даже повторила покупку только пожалуй я бы использовала прессованные их палетки и пользовалась бы дальше с удовольствием правда у меня сейчас в проекте project pen поэтому пожалуй буду использовать пока другие продукты но вообще это у них довольно достойный продукт он не пятнит и не желтит на светлокожих таких как я он выглядит вполне себе отлично и летом очень круто смотрится на лице его нужно наносить какой-нибудь легкой кистью да и в принципе как и все средства crystal minerals плотной кистью мне не очень понравилось а вот какой-нибудь легкой дебуальный все смотрится натурально и здорово поэтому однозначно советую бренд crystal minerals мне очень нравится и кстати это наш российский бренд и его родной город это санкт-петербург следующее у нас это тушат revolution long lash но честно говоря она не создавала какие-то длинные объемные ресницы скорее вот какие у вас ресницы есть она их просто прокрасит они будут просто черные то есть это максимально такая тушь которая создает натуральный эффект но мне она абсолютно не понравилась я бы не сказал что она прям закончилась но просто я не могу уже ей пользоваться у нее здесь натуральная щеточка но вернее не силиконовая классическая вот что я хочу сказать в принципе она удобная щетка ничего сверхъестественного короче но она абсолютно мне не нравится на моих ресницах она не делает абсолютно ничего она их просто прокрашивает в черный цвет и когда я пытаюсь наслоить ее то есть одним слоем особо нечего здесь добиваться я видела что кому-то она нравится ну разные отзывы на нее смотрела но честно говоря мне вообще абсолютно не понравилось на моих ресницах она ничего не делает и когда наносишь несколько слоев то это превращается в какие-то комочки и у меня она осыпается к сожалению хотя я использую под глаза консилеры и закрепляю его пудрой она даже может иногда отпечатываться то есть мало того что она у меня осыпается отпечатывается так еще и особо ничего не делает поэтому я обычно ей прокрашивала ресницы а сверху наносила какую-нибудь другую тушь чтобы ресницы были длиннее объемнее и более выразительные а здесь это мега натуральный эффект что-то типа в школу чтобы никто не заметил что я накрасилась но мне не понравилось может быть мне такая попалась просто может с ней что-то не так я не знаю покупала я ее на валбери что-то она стоила совсем недорого 180 или 200 рублей и она тогда была еще совсем новинка то где-то был по моему январь но честно не очень она кстати еще не протухла с ней все хорошо но я уже не могу и пользоваться я какое-то время ей попользовалась и вот буквально хочу ее просто утилизировать следующий это у меня бел космикс кстати здравствуйте вот тоже два продукта бел космикс это у нас получается крем для век 55 плюс но как говорится крем не может знать сколько вам лет просто он или работает или нет неплохой крем для век неплохо увлажняет но честно мне после него не всегда хватало увлажнения в какие-то моменты я добавляла даже вот этот от пантенол вернее от комплимент с пантенолом и тогда это средство неплохо работало хорошо она тем что довольно таки сносно могло увлажнить кожу на глазах по крайней мере есть вернее кожу под глазами я его использовала обычно на ночь и но мне понравилось стоимость у него невысокая но скорее всего я покупку не повторю потому что хотелось бы чуть более большего увлажнения поэтому такие вот у нас результаты следующий это у нас консилер от эссенс у меня по моему оттенок был сейчас если вспомню какой тут уже просто все под затерлась оттенок 10 tender rose он идет с кистью здесь вот все это крутилось и средство выдавливалось я его по моему даже разбирала чтобы посмотреть сколько средств там осталось но его тут довольно немного полтора миллилитра закончился он меня плюс минус довольно быстро конечно эта идея с кистью не самая гигиеничная но все же ничего плохого не случилось моей кожей неплохой консилер и для зоны под глазами он ее не сушил и у него полуматовый финиш держался он довольно хорошо и пудра на нем не залипала и не сушила кожу под глазами поэтому в принципе если когда-нибудь его еще найду возможно я повторю покупку следующее это у нас парт парфюм ашисей да джинза это из коллекции мурасаки по моему так он называется есть еще другой парфюм такой же серии классический у меня был этот и теперь еще был такой не это дарил муж предыдущий по моему я выбирала просто сама себе окажется попробовать и он всем очень понравился у него цветочный приятный аромат довольно стойкий парфюм но он кстати очень быстро расходуется такое ощущение что у него дозатор как будто прям очень много этого средства распыляет прям пахнет приятно это такой сладкий цветочный аромат и он шлейфовый вот шлейф у него приятный цветочный и не такой резкий как кажется в первое время это какие-то такие ирисы фиалки то есть такой приятный аромат я думаю что повторю покупку потому что парфюм ашисей да из этой серии мне очень нравится как этот так и классический джинза который вышел в первый раз следующий парфюм у нас от lancome это у нас lancome idol здесь у меня было 25 миллилитров я покупала в золотом яблоке это была физическая покупка и еще к этому парфюму мне дали в подарок блокнот от lancome приятный парфюм действительно он очень хорошо держится он очень сильно шлейфовый это такой приятный дорогой люксовый аромат и мне очень понравилось возможно когда-нибудь я еще повторю покупку потому что мне очень нравятся ароматы от lancome они всегда очень комплементарные очень классические я думаю что в принципе этот аромат может подойти как взрослой женщине так и молодой девушке я бы не сказала что он унисекс конечно но если какому-то молодому человеку нравится такой аромат почему бы и нет мне кажется что пора развеять эту грань что некоторые ароматы только для женщины и только для мужчин ведь это кому что нравится я считаю так парфюм у меня был с марта это у нас бонфон бон парфюмер париж 003 у меня здесь идет у нас ветивер зеленый чай цветы юзу очень приятный аромат это такой прям вот просто замечательный цитрусовый аромат с оттенками зеленого чая действительно настоящего зеленого вкусного ароматного чая здесь действительно прекрасный цитрусовый аромат который просто неповторимый на лето я думаю очень здорово хотя в принципе если носить его зимой или осенью то тоже кстати здорово он звучит но тогда опускается вот эта грань зеленого чая и более сильнее раскрываются на холоде его лимонно-цитрусовые нотки такие лайм что-то приятное он становится чуть слаще в общем мне он очень сильно понравился также у мужа был еще такой с табаком аромат очень тоже приятный он очень шлейфовый и очень долго держится на коже и на одежде на одежде он держится вообще чуть ли не месяцами потому что я нашла шарф который как-то надевала зимой ну как зимой аромат был куплен в марте и вот где-то в конце марта у нас было довольно прохладно и с того момента этот шарф так лежит он был надет там пару раз я его к сожалению не стирала или к счастью но аромат действительно продержался на этом шарфике до сих пор поэтому я смело могу назвать этот аромат очень стойким и очень выигрышным если вы любите цитрусовые ноты или какие-то свежие ноты поэтому однозначно советую я думала коробочка уже пустая но там еще вот такая тушит белор дизайн бэддол здесь у нас сейчас покажу щетку она вот такой вот формы здесь у нас тут какой-то волос в конце здесь у нас идет классическая щеточка в форме песочные часы так можем сказать но она к сожалению очень быстро высохла эта тушь и стала очень сильно густой и ресницы склеивать быстро стала поэтому особо она мне не понравилась тем что вот буквально за два месяца она за два месяца ежедневного использования она быстро засохла целом она неплохая но когда она начинает подсыхать у вас на ресницах создается ощущение того что не очень сильно склеены также она может отпечатываться и осыпаться поэтому вряд ли я повторю покупку но дизайн конечно мне понравился такой прям фиолетово-зеленый что такое необычное неплохая тушь но если вы готовы конечно к тому что вам просто придется ей пользоваться два максимум три месяца в принципе конечно для туши возможно это и не такое уж и маленькое время потому что туши я с вами ну лично я считаю что их надо менять через каждые там шесть месяцев это просто максимальный максимум а так ну я бы не сказал что это такая прям супер тушь но где-то три из пяти вот так вот скажем вот у нас абсолютно пустая коробка а это значит что видео закончилось надеюсь вам было интересно если было интересно ставь лайк если посмотрел до этого момента обязательно подпишись и поставь лайк я буду очень благодарна если интересна тема косметики и вообще интересно следить за моими видео и за моими влогами блогами видео и так далее то подписывайся я буду очень благодарна большое спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео пока пока